Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Прежде чем мы приступим к нашей теме, а сегодня я хочу говорить о загробной жизни, хочу, чтобы вы обратили особое внимание на эту программу. Потому что в момент, когда человек умирает, то христиане верят, что существует два места, куда человек попадает после смерти — в жизнь вечную или в вечное наказание. Но прежде я хочу представить вам группу нашего основного тура. Мы делаем два тура в год — основной тур и тур для партнеров. С нами группа «Ремнант». Спасибо нашим партнерам за это. Мы подошли к концу нашего тура, и я не мог избежать этой темы. Прежде чем начать, давайте поговорим о том, как сотворен человек. Согласно Слову Божьему, человек состоит из духа, души и тела. Это первое послание Фессалоники, цемпятая глава. В книге Даниила, когда тот видит видение, дух его вострепетал внутри него. Также в притчах сказано, что светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины сердца. Иисус говорил о духе так. «Из чрева вашего потекут реки воды живой». То есть, когда вы создаетесь в утробе своей матери, создается ваш дух, душа и тело. Обратите внимание на порядок. Многие начинают с тела, но правильно все же начинать с духа. Момент зачатия — абсолютное чудо. Ко мне много лет назад подошла медсестра и рассказала об опыте, который проводился на двух детях. Они изучали, что происходит с семенем. Там был свет. Она использовала какой-то медицинский термин, но суть в том, что в момент зачатия происходит проблеск света. В этот момент живая сила под названием дух входит в это семя, и семя начинает расти. Затем душа. Дух и душа очень тесно связаны. В послании к евреям так и сказано, что Слово Божие проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Все-таки это две разные субстанции. И также Бог формирует тело младенца в утробе матери. Там же говорится об Иисусе. Но тело уготовил ты мне. Так формируется тело эмбриона. Многие верят, что дух и душа входят в малыша после того, как обрезывают поповину. Но это не так. Когда мать Иоанна Крестителя была на шестом месяце, его дух вострепетал внутри нее, и он не мог быть исполнен духа, если он сам не имеет духа. То есть уже тогда у Иоанна, как эмбриона, был дух. Поэтому каждый ребенок, зачатый в утробе матери, имеет, во-первых, дух и душу, которыми обернуто его тело. Что это означает? Я вообще-то не планировал этого говорить. Это крайне важная тема. Это означает, что если у вас выкидыш, а вот это уже весьма интересно, несмотря на то, что тело не было до конца сформировано, дух и душа младенца возвращаются к Богу. К Богу, который их ждал. И эта душа становится на небесах душою живой. Мы видим это в книге Экклесиаста, где сказано, что как дух животных, так и дух сынов человеческих возвращается к Богу, который их дал. Поэтому смерть — это отделение духа и души от тела. Это не зависит от возраста этого духа и души на земле. Не имеет значения, на каком сроке случился выкидыш. Шесть недель или четыре месяца. Дело в том, что душа и дух имеют вечную жизнь. Так же и мы, когда умираем, наше тело возвращается в прах. Бог сказал Адаму в книге Бытие, «Из праха ты взят в прах и возвратишься». Когда мы умираем, наша душа и дух восходят к Богу, а тело возвращается в прах земной. Поэтому вне зависимости от того, родился младенец или еще был в утробе, его тело возвращается в прах, а дух и душа восходят к Богу. Это относится и к 90-летним людям, когда они умирают. Тело возвращается в прах, дух и душа возвращаются к Богу. Я знаю множество историй от людей, переживших клиническую смерть. Те случаи, о которых слышал я, происходили во время операции на сердце. Они выходят из тел, и ангел в тот же миг сопроводил их вместо на небеса. Они признают, что это была некая форма рая. Павел говорит об этом во втором послании к Коринфянам, 12 главе. Я надеюсь, мы еще вернемся к этому. Это очень удивительное место. А вот я вспоминаю, как один человек рассказывал, он пережил это относительно недавно, там он увидел всех своих предков. Они выглядели очень молодо. Он видел и других умерших родных. И там была девочка, которой на вид было лет 8. Она сказала, что ее мать — это та женщина. Она указала на мою бабушку. Насколько он знал, у нее не было детей. Когда он вернулся на землю, он спросил у членов семьи о девочке, которая была у бабушки. Но мы об этом не знали. Сейчас этот человек жив и служит пастором. И вот ему сказали, мы не хотим говорить об этом. Но потом они рассказали, что девочка родилась и сразу умерла. Он видел ее дух, а не ее тело. Ведь еще не произошло воскресение мертвых. Но у души и у духа есть форма, и он ее видел. Он даже не знал, что это произошло когда-то. Я знаю по крайней мере 5 таких подобных историй о клинической смерти. Одна история всегда вызывает у меня море слез. Одна женщина написала нам с Пэм письмо. Она не знала, что однажды мы пережили выкидыш. Ее сын умер, и она видела его на небесах, и также она видела мою малышку. Эта девочка сказала ей, «Я дочь Перри и Пэм Стоуна». Женщина даже не знала о выкидыше Пэм. Возраст девочки соответствовал тому, сколько бы ей было, если бы она родилась на земле. Я не понимаю всех тайн, но я знаю, что дух и душа вечно. Тело временно. Мы обернуты в тело, обернуты в эту плоть. Но дух и душа, они вечны. И я хотел бы прочесть вам, по возможности, два местописания. Первым из них будет второе послание Коринфянам, 12 глава. И Павел говорит, «Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». «Знаю человека во Христе, который назад тому, 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай». Обратите внимание на это слово. «И слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». И дальше он говорит, «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано у меня жало вплоть». Давайте поговорим о его переживаниях. Во-первых, по грамматике, по строению предложений мы видим, что он говорит о себе в третьем лице. Он не говорит о каком-то другом человеке. Когда он говорит «знаю человека», он не говорит прямо, что это был он. Но это был он. Он просто не хочет хвалиться. Поэтому пишет о себе в третьем лице. Если посмотреть время, через 14 лет до того, как Павел это написал, он в книге «Деяний» находился в городе Листра, где его побили камнями и оставили умирать. Профессиональное побиение камнями в Израиле происходило так. Они клали человека на спину и клали на грудь огромный камень. И если человек не переставал дышать, тогда только они начинали забрасывать его камнями. Павла вывели за город, забросали камнями и ушли, думая, что он мертв. За него молились ученики, и произошло чудо. На следующий день он уже встал и пошел служить дальше. Тебя только что побили камнями, а ты опять отправляешься в свою миссию? Дело в том, что за время, пока Павел был оставлен мертвым, и до момента, как Бог вернул его к жизни, он видел небеса. Он побывал в раю. Вот что он имеет в виду, говоря, «В теле ли? Не знаю. Вне ли тела? Не знаю». Я не знаю. Может, пока я лежал бездыханным, Бог показал мне видение, или же я был вне тела. Это ключ. Быть вне тела. Выйти из тела и водвориться у Господа. Павел не знает точно, был ли он в теле или вне тела, но здесь звучат удивительные слова. Я слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Представьте. Иоанн видел видение и написал 22 главы книги Откровения. Он видел всадников апокалипсиса, видел 144 старца, видел зверя из книги Даниила, видел святой город, Новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба. Иоанн видел много всего удивительного. Пророки видели дивные вещи. «Видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. Вокруг Него стояли серафимы. Это говорил Исаия. Так же Иов говорил в первой главе. Я видел сатану, стоящего у престола Божьего. Только представьте, что видели все эти люди». А теперь вернемся к Павлу. «Я видел такое, но я не могу вам ничего об этом рассказать». Павел, ну давай же, расскажи нам хоть что-нибудь. Мы хотим найти свиток, где записано твое видение. Расскажи нам об этом. Но он говорит, «Не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Но, вот слава Богу за это, но, но, нам Бог открыл это Духом Своим Святым». Мы знаем. У нас спрашивают, «Как вы можете знать, что Бог реальный?» Духом Святым. «Откуда вам знать, что небеса реальны?» Духом Святым. Весь наш путь — это путь веры. Много лет назад в городе Луфана в Теннессии было пробуждение. Мы собирались каждый вечер в течение 11 недель. Мы пропустили только один вечер из-за снегопада. Мы начали зимой, а уехали оттуда уже на Пасху. Мы с Пэм жили в номере отеля, и я проповедовал 16 недель подряд. После этого я так устал, что сказал, «Я еду в Диснейленд». Я закрыл пробуждение и отправился загорать во Флориду. Звучит смешно, но это было самое долгое непрерывное служение в моей жизни. В Макдональдсе мы познакомились с молодым афроамериканцем, свидетелем Иеговым. Он 11 недель подряд, каждый вечер, дискутировал со мной на тему ада. Я хочу показать вам место из 16 главы Евангелия от Луки, где говорится об умершем богаче. Он вознес свои глаза и увидел в раю нищего, которого он не кормил на земле. Нищий был на лоне Авраама. Он умер праведно. И вот между богачом и Авраамом идет разговор. Парень в Макдональдсе утверждал, что это всего лишь аллегория. Я пытался убедить его, что это не просто притча. Потому что, когда Иисус рассказывал притчу, он говорил, один человек или одна женщина без имени. Здесь же он дает четкое имя Лазарь. Не тот Лазарь, что из Вифании. Он упоминает Лазаря, Моисея, Авраама, имена конкретных библейских героев. Я говорил ему, если это притча, то должен быть скрытый смысл, значение этой притчи. Здесь же Иисус говорит о конкретном человеке. У нас с ним произошел диспут. В Евангелии от Луки 16 главе, когда мы читаем об Аде, это вообще никакая не аллегория. Это конкретное место. Но важно понять на основании Ветхого Завета, почему вообще об этом говорится. В Ветхом Завете, когда Адам согрешил с момента первой смерти человека, это был Авель, до момента, когда Иисус висел на кресте. И рядом с ним на кресте умирал вор. Иисус сказал ему так, «Ныне же будешь со Мною в раю». И до момента, когда Иисус восстал из могилы, и Библия говорит, что он ходил по улицам Иерусалима, и с ним многие усопшие, которые воскресли, мертвые оказывались в месте под названием Ад. Это место, где пребывали души усопших. Считалось, что это место подземный мир, и что туда попадали как праведные, так и неправедные люди. Но верхние палаты этого места под названием Ад назывались Лоном Авраама. Туда попадали после смерти те, кто был в Завете Авраама, кто жил под законом Моисея. Кто-то спросит, неужели это место действительно находилось под землей? Ну, послушайте, в 16 главе книги чисел, когда Корей и его сообщники согрешили, то написано, что земля отверзлась и поглотила их живыми. Они оказались вместе под землей. В Ветхом Завете, когда говорится о смерти, то говорится «испустил дух». Это сказано об Иакове и об Исааке. Что это означает? Это означает, что дух покинул их тело. Вы помните, Иисус произнес на кресте «Отче, в руки твои предаю дух мой». Он предал свой дух Богу Отцу и спустил дух. В Ветхом Завете человек умирал либо в Завете с Богом, либо как язычник. Язычник после смерти попадал в место под названием Ад. «Это самое низкое место под землей». Так нам говорит Библия. Туда попадают души, умершие без Господа. Но также там было отделение для тех, кто умер праведным. Оно находилось в верхнем отделе рая. Когда Иисус умер на кресте, жаль, что у меня нет времени проповедовать сейчас старую школу, в третий день после смерти Иисуса сатана не мог нарадоваться. Смерть считала, что она сможет его удержать. Но нечто удивительное произошло в то утром. Ключи от ада и смерти достались Иисусу. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Что произошло в тот момент? Когда Иисус умер и воскрес, Он забрал из верхнего отдела ада всех праведных. Мы не знаем, сколько их было. Сотни, тысячи, может, это миллионы людей. Он забрал их оттуда, и сейчас они на третьем небе в раю. Есть три уровня неба. Облака, далее звезды, и то, что над ними. Мы читаем об этом в 14 главе книги Исаии. Сейчас когда человек умирает праведным, он уже не идет в недра земли. Когда Иисус забрал ключи от ада и смерти, Он одержал победу не только над страхом перед смертью, Иисус воцарился над самой смертью. Нам больше не нужно сначала идти в ад, но мы восходим на небеса. Согласно 16 главе Евангелия от Луки, два ангела отделяют дух и душу от тела. Когда мне было 18 лет, я прочитал одну удивительную книгу, которая произвела на меня огромное впечатление. Недавно я нашел ее в своей библиотеке. Ее больше не выпускают, так что вы ее не найдете. Это книга одного моего знакомого проповедника. он выпустил ее малым тиражом. А свою книгу я вам не дам. Этот пастор крестил в своей церкви маленькую девочку с дистрофией. Она не могла ходить. Она умерла в 5 лет. Когда она умерла, врачи попросили всю семью выйти из ее комнаты. Бог сказал ему, чтобы он вернулся в комнату. Он сказал, я пастор, вы не против, если я войду. И они дали ему несколько минут. Он видел ужасного ангела смерти, который зашел через стену. Он сказал, господь, почему этот ангел хочет забрать малышку? Вдруг через потолок в комнату зашли два ангела света. Он запомнил это на всю жизнь. Один стал по правую сторону, другой по левой. Вы помните, девочка не могла ходить. О, господь, когда вошли ангелы света, ангел смерти тут же исчез через стену. У этих ангелов были большие крылья. Они подхватили ее, и от прикосновения их крыльев ее дух восстал из тела. И они охватили ее дух своими крыльями. Ноги и руки девочки были по-прежнему скручены. Она посмотрела на меня и улыбнулась. На своих крыльях они подняли и пронесли вверх через потолок. Я верю, что когда умирает Дитя Божие, и вы в этой комнате, то вы ощущаете то, что мой отец сравнивал с электричеством. Это электричество на самом деле не что иное, как нахождение Бога рядом с вами. Итак, если вы умираете в вере в Иисуса Христа, взовите с Ним, если вы хранили свое сердце и дух в покаянии, если вы любили Бога и людей и поступали по слову, то когда вы оставляете этот мир, ангелы заберут вас из вашего тела и тут же вознесут вас в рай на третье небо. Там вы будете ожидать воскресения, которое произойдет, когда Иисус Христос вернется за своей церковью. Мертвые во Христе воскреснут, потом мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаках. Если вы не познали Господа, если вы ненавидите христианство и Библию, если вы атеист или агностик, или же вы знали Господа, а потом решили отвернуться от Него, потому что обиделись или разозлились на весь мир, послушайте, я никому не желаю так умереть. Мы знаем людей, которые пережили это во время клинической смерти. Их дух понесся вниз в темный тоннель, где они оказались под землей, преисподней, вместе без Бога. Некоторые спрашивают, зачем Бог вообще захотел создавать ад? Вы верите, что Бен Ладен или Гитлер оказались на небесах? Для таких людей нужно было создать особое место, где они будут отделены от праведников. Чтобы иметь жизнь вечную, уверуйте в Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы вы приняли Его как вашего Господа и Спасителя. Я выдал много информации, надеюсь, вы что-то уяснили для себя. Как всегда, мы имеем для вас ресурс, который мы хотели бы вам предложить. Приобретая наш ресурс, вы поддерживаете выход в эфир нашей программы по всему миру. Не переключайтесь, я расскажу вам наш график служений в разных городах. Может, я буду неподалеку от вас. Приезжайте и вы к нам в Кливленд на конференцию. Она пройдет уже скоро. Воздайте славу Богу. С вами Перри Стоун. Я расскажу вам об очень важном инструменте нашего служения, который, по моему мнению, духовно поможет верующим больше любого другого инструмента нашей программы. За 40 лет своего служения я осознал, что одна обида всегда блокирует Божие благословения. Враг вашего благословения — ваша неспособность простить тех, кто вас обидел. Огромная опасность в том, что вы будете ворошить грехи человека, который уже прощен Богом. Я выпустил четыре очень важных послания на аудиодисках. Они могут помочь вам обрести истинную свободу и благословение. Их название «Взять приманку и жить с болью», о том, как сатана ловит вас на крючок. Второй диск озаглавлен величайшая ловушка, которую нужно избегать христианам последнего времени. Верьте или нет, об этом сказано в Евангелии от Матфея. Миллионы людей попадут в эту ловушку, когда враг соблазняет их безразличием. Третий диск опасность рыбалки в море забытого. Я буду учить вас по Библии тому, что, вспоминая чужие прощенные грехи и используя их против этих людей, вы рискуете подвергнуться той же демонической атаке, которая принесла им эти проблемы. Это одно из самых важных посланий, которое когда-либо давал мне Дух Святой. И, наконец, ключи к тому, чтобы остановить терзающий Дух. Я покажу вам в Библии, как христиане страдают из-за того, что открыли двери мучающему их духу, не простив других. Вместе с этим альбомом из четырех дисков я выпустил новый диск, который назвал «Возвращение гигантов». Содержание этого диска не будет звучать по телевидению. В Израиле было сделано ошеломляющее открытие, о котором не было заявлено публично. Оно восходит ко дням Ноя. Я хочу, чтобы вы получили этот альбом из четырех дисков вместе с диском возвращения гигантов прямо сейчас за пожертвования в 30 или более долларов, чтобы помочь продолжению трансляции фестиваля Манны. Чтобы заказать диски, звоните по номеру, указанному на экране. Заходите на наш веб-сайт или пишите нам по почтовому адресу, также указанному на экране, и назовите код LGM126. Ваша финансовая поддержка помогает продолжать транслировать фестиваль Манны и по сей день. Спасибо, благословения вам. Благодарю вас, что вы с нами. Многим нравятся наши программы из Израиля. Я встречаю людей в аэропортах, в ресторанах, они говорят, «Пэри, нам нравится ваша программа». Среди них и католики, и баптисты, и методисты, и представители епископальной церкви, харизматы и пятидесятники. Спасибо за ваши теплые слова. Мы действительно прилагаем много усилий, когда записываем программы там. Мы летим всей телевизионной командой со всем оборудованием, проходим таможни, поэтому за всем этим стоит огромный труд. Поэтому нам приятно слышать ваши отзывы. Я узнал много нового. Это изменило мою жизнь. Я познал Господа. Для этого мы все и делаем. Я хочу вкратце перечислить наши мероприятия. Мы будем иметь две молодежных конференции Warrior Fest в марте и апреле. Также в апреле нас ждет международный саммит. Ни на одной из этих событий нет платной регистрации. Регистрируясь, вы просто даете нам знать, сколько приедет человек. В июле будет большая встреча партнеров. Также два тура в Израиль. На 70-й день рождения Израиля у меня есть грандиозные планы. Это полностью пророческий тур. Советую вам регистрироваться как можно раньше. Сейчас многие едут в Святую Землю. Отели переполнены круглый год. Я никогда раньше не видел такого за 35 лет моих поездок на Святую Землю. Зайдите на наш сайт, чтобы узнать более подробную информацию. Скоро мы будем в Оранж Каунте в феврале. Со мной будет Пэм. Партнеры, не пропустите это служение в церкви Free Chapel Orange County. В субботу вечером будет специальная встреча с партнерами. Не обо всех наших служениях мы говорим в эфире программы Manifest. Поэтому я рекомендую вам посмотреть наш график служений у нас на сайте. Возможно, в этом году мы будем неподалеку от вас. Мы восхищаемся тем, что делает Бог. Мы открыли Международную Школу Слова. 530 минут уроков, закачанных в интернет. Я учу о демонологии, о духовной войне. В моих уроках множество графики и разных иллюстраций. Это уникальная онлайн-школа, поэтому заходите на наш сайт, регистрируйтесь и становитесь частью этого. Я хочу также помолиться за вас, за всех, кто смотрит нашу программу. Отче, я молюсь о всех, кто смотрит программу Manifest по всему миру. Благослови и храни их, да высияет лицо Твое на них, и пусть с ними будет Твоя благодать. Мы молимся во имя Иисуса Христа, и все доскажут Аминь. Мы увидимся с вами в следующей нашей программе. Служение Перри Стоуна и Международный Центр Омега представляют два мощных события этой весны. Присоединяйтесь к нам на фестивале Воинов-1 16 по 18 марта и фестивале Воинов-2 6 по 8 апреля. С вами будут команды Вызов, Остаток и группа Прославления Первые Сердца. Среди спикеров Роберт Маду, Марио Мурилио, Джензен Франклин, Крис Эстрада и ведущий Перри Стоун. Мы будем поклоняться с Мэттом Гилманом и Эдди Джеймсом. Записывайтесь на это мощное событие уже сейчас на нашем веб-сайте. Нам не терпится вас увидеть. Спасибо.